цилиндры блин тут вообще колодки нет приехал на загрузку глуховицы жду сопровождающего без него не пускают на цветов бензинчика 92 пока выходные все-таки был дома провалялся пришел утром попробовать аккумулятор морозы были бук вообще никак смотрю 9 показывает зарядку здесь на панели выдает взял его в гараже проверили плотность в трех банках была очень слабая поставили на ночь дома поставил зарядил сейчас все нормально тепло лужи текут все загрузился но у фу сегодня у нас вторник чтобы было понятно выгрузка в пятницу уже дошираки у меня тут также покажу взял с собой что еще дальше все увидим вода пару баклашек тут упаковка минералки есентуки номер 4 и здесь у меня 6 литров обычной воды из-под крана взял еще там с собой кастрюльку и и чё еще дела и чайничек вот сейчас в общем еду домой и уже посмотрю как чего во сколько буду выезжать загрузили в принципе немного тонна там что-то с небольшим все пойду скажу на заправке в туалет и будем в путь друзья приятного просмотра также вот приобрел одна противотуманка помните не горела вот противотуманная лампочка приеду поставлю попробуем вот такая вот такая гологенка посмотрим она у меня правая как раз обочину будет освещать даже если сильно светит там ухт иногда от левой мне моргают что типа я вдаль с дальним еду на это на обочину нормально как все-таки приятно когда бензинчик есть когда не мергает постоянно это лампочка не мозолит глаза не пикает всегда бы так мне дали топливную бензиновую карту вот друзья пока я ездил в рейс грузиться сегодня отец ездил на рыбалку вот и крап латвички еще окушков покрупней засолил вот так а мы завтра на уфу нормально молодец сезон открыл так перед рейсом супа куриного рыбки вареный окушок жареная плотвичка с икоркой все едим и в путь поедем так но завелась без проблем вчера с обеда стояла сейчас время у нас 940 двое суток нам на дорогу вот бил конечную точку 1300 километров 22 часа но с учетом заправок 24 возьмем у нас 5 заправок по пути будет съезды от городов постараюсь их показать потому что спрашивают тоже где какая заправка что находится сейчас первая заправка будет шацки через 160 километров в общем все греем вот поставил установил штатив попробую дорогу вам показать по вашим же просьбам хотел лампочку поменять но сейчас блин лужи и противотуманку просто так не поменять сейчас не критично и ну лазить в лужу не хочет сейчас посмотрим может там по суше будет будет такое время и поменяем главное что она есть в любой момент можем ее будем поставить все все греем сейчас прогреется до 80 переключится на раз и попрем но пока машина греется убираю продукты какие могут по порции холодильник стандартный якус набор с собой четыре яйца две сосиски нж тут у меня взял еще домашние котлеты картошку ложить не стал потому что сейчас на холоде она вся будет дубовые а котлетки зайдут хорошо свойские ну и тут нарезочка сыр колбаска сало это убираю в холодильник ну то есть за сиденье ну и все остальное там чего не пропадет все вязань покидаем кстати выражаем благодарности горьком и сыгину за поддержку канала точнее мы сяги но я думаю горек ты не обидишься потому что я все-таки дороге и немного не в себе так вот мы подъезжаем к шацку чтобы было понятно где метан заправка здесь открылась вот пошла налево объездная дорога вон она туда пошла но даже по ней если ездить там если не заезжать в шацк на 6 километров дальше ну и дорогу ее в принципе подделали сейчас как-то через шанс не особо напряжено пару светофоров и ты на месте вот и вот мы въезжаем шацк и вот виднеется уже красненькая стелла такая заправочная вот справа то есть искать плутать ничего не надо удобно просто посмотрим сколько они мне сейчас зальют если у меня максимум влазит 6 баллонов по 12 кубов ну 72 там ну ладно 75 килограмм а они мне как-то умудрились тот раз 89 засунуть сейчас посмотрим дамам на полторы тысячи 300 километров я вот прошел бензин сейчас пикнул хотя 15 литров я вчера заливал сейчас будем заправляться ну вот сейчас нормально заправили все как как я замерял не знаю чем тут раз был может резкий перепад морозов кстати вот снимать что дорогу вот на эту мод на штатив ставишь видите стекла снизу про плохо и плоховато прочищают а много лить это и как его омывайки не замерзайки как бы жалко тут то вот я хорошо все вижу а чтобы это все это нужно поливать поливать а грязь летит и летит вот поэтому не очень удобно но сейчас вот шацк проедем и вбил 300 километров получается от шацка до пензы в пензе до заправка у нас будет время сейчас без 10 час дня сейчас где-нибудь до зубовой поляны туда до мордовии до умета там сейчас аппетит у меня под разгуляется и я тоже наверно остановлюсь сырка и чего-нибудь бутербродики с колбаской чего-нибудь такое перекушу вот рикошача смотрите сколько там рыбаков жерлищники все забурено такая маленькая рикошача вот он получается шацк и два вот этих вот они светофоры блин чутчу я не дотерплю нифига до этого у мета мне уже подсасывает поэтому на расчет за шацком стану и пару бутербродиков съем цену проехали димберно тоже рыбачат рыбаков полно а я все пока никак не выберусь хочу теперь этими жерлицами заняться прикупить жерлиц 10 штук по закону и на жерлице на балансе попробую сейчас щука хорошо очень идет сейчас ребята вот пишут звонят облавливаются вообще просто вот не знаю как с рейсом будет пауза обязательно куда-нибудь поеду вот нашел стояночку будем тут перекусывать ну и на перекус у нас будет сырок колбаска сырая сухая сало и на десерт груша грушогая шляпа и булка с маком там кто-то написал что если есть булки с маком то на экспертизе опять могут крови показать но я думаю что это ерунда и сколько надо будут сожрать фуру целую такую блин очень вкусно по есть дороге серость грязь пасмурно уже быстрее бы к снегам там вроде как говорят башкири снег идет хоть почище будет так вот сырость серость только спать валяться и жрать дальнобои на соляре живут перепродажа вот кто на государство работает и подешевше сдают мне это как говорится газ не сдашь если только пернуть кому-нибудь в бензобак опятыми вот штатив сходился подставка по телефону республика мордовия тут надо сделать паузу и сходить в гальюн вот такая стояночка тут вот летом я раньше варганил она очень удобная масло кстати на доливку вот такой вот взял 1040 пол синтетика вроде ничего вот мои три баклажки по 2 литра 6 литров воды насос пришлось покупать подкатной потому что кто видел рейс в новороссийск на моря то обычный насос который идет в комплекте тут вот независимая подвеска на next и он туда не подходит мне приходилось искать булыжник и я домкратил под раму вот летом умывальник летний у меня вот тут ящик кстати с инструментами но я вот думаю когда морозы будет в нем же можно еще возить там пельмени ну какую-то продукцию он будет как холодильник как раньше помните в таких в хрущевках там в каких таких старых этих квартирах были на кухне как холодильник такой ставили туда банки склянки в общагах там кто жил я не знаю но где-то по моему я видел ящики на улице тоже были бы весны и вот у меня такой общаговский ящик а это моя комната в коммуналке антифриз уровень чуть-чуть упал вот смотрите тут сухо тут все патрубки сухие движок конечно вот помыть надо масло посмотрел нормально сейчас дольем по уровню но все что-то начались какие-то глюки с газом вот и вот стала педаль слышите сцепление вот смазать надо а сырость вот все мокро сыра погода такая вот и никогда не любил вот перемены и хода то с жары на дожди когда начинается тот там что-то тот там каратит как-то машины вот наши отечественные к этому очень чувствительны к перепадам погоды к переходу зимы на лето с лето на апрель леса мордовские сейчас скоро будет умет зубово поляна и скоро будет темнеть время у нас пол третьем день первой моего путя умётик дымится вовсю дымится умет напишите в комментариях кто вот здесь кушал и в каком ему больше всего вот еду едок но в каком месте ему больше всего понравилось у меня видите как волей не волей о полиция тут даже волей не волей что я еду сюда как бы из дома мне от дома где-то двести сорок километров до умёта и я еще сыт и у меня с собой есть еда а вот на обратном пути уже здесь можно что-то отведать но как обычно на обратном пути у меня либо нет денег либо я уже спешу то что до дома двести сорок километров и мне быстрее бы лучше домой и там уже упасть потому что устаешь ну и да тут сесть это уже рассиживаться но тем не менее еще покушаем все еще впереди угольки вон блин вот стекло единственное что вот это все отсвечивает а мой не мой сейчас вот фура вот она сейчас проходит и с нее летит и опять тут же вся эта катаваси начинается вот она как ни крути пальмира вот дымится у сестер а я вот все время вот это вот еду и читаю осетр садко бароне баранина вай-фай вот в общем такой вам умеет просили побольше дорог ну ребят я правда не знаю в гостях у тещи ядрит и в дышу правда не знаю чего вот дорога она дорога вся вот одинаковая одинаковая если вот что-нибудь скажете покажи вот этот город прямо по городу я могу под проехать камеру вон там тоже мангальчик камеру как поставить показать а так дорога чё она поля трасса ну не знаю что такого вот прям нету как бы для меня это все такое обыденное что мне кажется это не особо интересно не знаю но напишите чего как как лучше то сделаем все сделаем главное чтоб вам нравилось хорошо что я сейчас поел еду прям со спокойной душой и с чистой совестью вот видите тут рулька ухальки окрошка кристина а кристину можно почем она с мигалками кого-то зажучили кого-то просто зажучили я уже думал авария какая века кривуша почти как кривуша кстати пошел снег начал падать снег может быть немного видно сейчас посмотрим по телевизору передавали что в пензе в самаре барханы снежные поглядим а ким сергей в к торгуют торгуют шахматы матрешки вон там у них чё только нет сало копченая соленая и не замерзайка ну да вот смотрите чем больше я приближаюсь к пензе тем заснеженнее обочина а вон впереди уже вижу опять начинаются сейчас ремонт и дорог туман и тягомотина метет хорошо прям как сказка морозка как будто спасский район пензенская область рыбакам пензенским привет всем спас фишин горе рыбаки ха 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 спасск еще на обхон куда-то лезут в камеру чуть получше а на самом деле начался вообще сильный сильный туманище вот если смотреть не в камеру видимость вообще нулевая практически 10 метров а время только 4 часа вечера все вообще ничего не видать вообще все вообще ничего не видать вообще из 25 смотрю вам спартак 2 играет или его или все начались остановки ремонта дорог а у меня с собой вот такие вот карамельки сосучий с фруктовой начинкой скрасить так сказать тоску пробочную вот 6 километров на 38 минут 80 километров до пензенской заправки пока конфетки открывал все-таки понял что мне больше захотелось перекусить и достал раздельные бутербродики раздельные бутербродики вот пока все так и плетемся вот тут капитальный ремонт полочку еще съел теперь с изюмом хватит опять на сегодня до макшана еле добрался дорогу всю разбомбили едешь ни фонаря ни разметки вообще ничего не видно все там бьются ремонтники блин 19.80 в пензе газ ни шалка ни шатка ни валка но я до сюда все таки добрался время у нас 18.20 дорога конечно грязь темнота больше устаешь от всех этих дорожных работ но дальше должна получше пойти так планирую куда-нибудь до кузнецкой или до сызрани или до нижнего лома ну короче не загадываешь вот сейчас посмотрел уфа точка разгрузки 850 километров от пензы еще осталось мне но у меня еще завтра целые сутки будут поэтому сейчас не знаю может километров 100-150 проеду и смысл по темноте мучиться лучше со светло пораньше за сутки 850 это вообще принципе на расслабоне заправил все нормально сейчас хохма такая мне приходит обратный груз заказ на завтра с уфы на домодедово ввести то есть выгрузка у меня послезавтра а загрузка уже завтра вот я написал не знаю что там как может что опечатались все без 27 блин сейчас через город там чуть-чуть ехать сейчас пробки не знаю может быть чуть обождать все я еще не выехал из пензы и случилась первая жопа напрочь пропали тормоза вот сейчас смотрите тормоз какой звук все где-нибудь встать там походу что-то развалилось это капец да вот дела еду визуально посмотрел ну темно ни хрена не видно вот а как было на ну а не до этого в предыдущих сериях вот сейчас звук пропал но такой как неприятный все равно чувствуется скрежет менты стоят и на светофоре они вообще педаль провалилась качок наверное на четвертый они появились со страшным звуком что-то там даже металлом дрынкнуло вот и весь город всю пензу они шумели вот сейчас ну вот тормозят и звук пропал не знаю но надо смотреть колодки мне кажется там бяда и темень сейчас наверное все таки доеду куда-нибудь может до нижнего ломова и там заночую быстрее по светлоте доехать чем вот сейчас вообще ничего не видно а я я я я я я я я так добрался до места ночлежки вот посмотрел до конечной точки мне 670 километров впереди будут две заправки это сызрань и октябрьский октябрьский хрен его там пойми ну короче за завтрашний день самое то все буду стелиться расстилаться закупориваться все закупорился котлетку и булочку с маком со слабенькой водичкой попьем котлетки хороши домашние время по ихним меркам уже без десяти восемь начинается маленечку поедем дальше спал так в принципе урывками что то грел машину то жарко становилось глушил но в целом пойдет да да а но у а и и и Звук тормозов какой Как будто там металлом тормозят Колодок походу вообще уже не осталось Но потихонечку надо как-то добраться И менять потом, новые ставить Так, приблизился к Сызрани Сейчас ее окружной объедем Из другого въезда немножко въедем заправиться Вон менты стоят Вот объехали по кругу Сейчас опять заворачиваем на Сызрани На заправку А там дальше потом крутанемся И попрем уже туда в сторону Самары Прямо налево на Ульяновск Вот перекресток Вот в целом вообще вот так метановые заправки В длинных рейсах порядка двух часов отнимают То, что и по маршруту приходится съезжать Вот И где-то ждать, где-то стоять Вот тормоза Вот сейчас звук, видите, вот торможу Звук пропал Вот он то появляется, то пропадает Вот он опять Стелла В Сызрани много Стелл, чтобы, наверное, знали Что все-таки это Сызрань Вот она газовая заправка сразу И тут вот все сплошные Раньше она была затертая Прямо с нее выезжали, разворачивались А сейчас приходится чуть дальше туда проезжать И за перекрестком постоянно мусора стоят Они следят Вот, смотри О, опять звук появился Вон, забит, конечно Вот она Вот тут я вот частенько варганю Кстати, сейчас заправимся Потом будем думать где-нибудь Стояночку и завтрак надо что-то думать Бензин чуть-чуть пихнул Так, удачно задулись Чеки Вот удобная полочка Раз, туда все Так, в общем, сейчас у нас Следующая точка Октябрьский Вот, вбил 400 километров В тот раз, когда ходил на Челябинск Шел, но шел груженый, хорошо Мне не хватило То есть мне там 5 километров до заправки не хватило Посмотрим сейчас, как на этот раз у нас В общем, что До Уфы До конечной точки 600 До октябрьского 400 В принципе, время сейчас Ну, будем жить по ихним часам Сейчас у нас 10 почти что Ну, в Уфе еще сместится Поэтому тоже нужно вот это вот планировать Потому что открываются с 9 по нашему времени В 7 Все, сейчас видите, здесь Блин, коррекция света Выезд туда, там сплошная Ну, чуть-чуть подальше разворот Опять до перекрестка И пойдем уже направо на Самару Стояночку И мутить завтрак Что-то впереди опять какие-то заторы С моими тормозами сейчас только на буграх в заторах стоять Что-то такое чувство, что прям мертвым грузом встали С машин выходят Что я вижу вокруг себя Вы просили вокруг показывать еще Ни хрена я не вижу Дорожные работы Хорошо, хоть что ни авария, ни какая уж дорожные работы Ладно, как-нибудь переживем Вот так у меня тут в кабинке Тепло Хорошо Ну, только вот барахла полно всякого с собой Конечно, еще раз повторюсь Тесновато кабинка Для всех вот этих вот Жизнедеятельности такой Продолжительной довольно-таки В рейсы Считаю, у нас где-то в среднем От четырех дней Не меньше Вон они там ковыряют А, и светофор Вот хорошо, что по светофору Что-то стояночек так и нету А почин нету Решил на ходу Бутербродить Потому что тогда на обед Вот у меня висят эти Дошираки На обед тогда Доширак И в него котлетку кину Она там погреется Победа А вот позавтракаю Так Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Тоже тут подъемчики такие Не как, конечно, в Златоусте Или в Симе Но Имеются Снег медет Дорог, конечно, пока не переметает Потому что, в принципе, тепло Он тает сразу Но идет хорошо Порядочно Снег метет За окном Новогоднее настроение Снежинки А я вот встал Вот тут Гальюн есть С дверьми даже Все нормальный Ну и Булочка Игрушевый Напиток Ой, чуть-чуть передохнуть Жигулевск На въезде в Жигулевск Гаишников куча Всех Кто на фурах Останавливают Что-то у них там проверяют Меня не трогают Тут вот аварийные съезды С моими тормозами Надо быть Крайне внимательно Бензин пикает Иной раз Время от времени Вот сейчас тут Будет уже подъезд К Тольятти Такие тут небольшие Склоны И вот везде таблички Аварийный съезд Аварийный съезд Но тут когда снег Когда гололед Тут конечно Очень Неблагоприятные условия Но самый Для нас Тяжелый Участок Будет этой Дороги Это подъем Потому что Что-то в подъем Она идет Конечно Слабовато Вот у нас Жигулевская ГЭС Сейчас будем Езжать на мост А вот у нас Волга Уже на ней Ледостав Лед стоит Вон она там Вон она там Вон даже рыбаки Вон лодка Где открытая Вода рыбаки Еще рыбалят Ну здорово Волга широка Мост Очень длинный И вот сразу Съезжаешь с моста Заканчивается Жигулевск Сразу Начинается у нас В Тольятти В Тольятти Но мы Проезжаем Сверху По мосту Потому что После Волги Там Куйбышевское Водохранилище Было Ну и то есть В Тольятти Заезжать не будем Хотя в Тольятти Тоже есть То ли две То ли три Метановых заправки Вот Но Нам они Ни к чему Потому что По городу Дольше прокрутишься И там они Как говорят Не очень хорошо Дуют Вот так Сейчас ее Окружной Объедем И все И Татарстан Башкирия Следующие Наши точки О Тольятти Придорожная Синявка Не замерзайка Закончилась Хорошо Еще 5 литров Есть Пойду Долью Зеркала Отмыл Хорошо Что воды Взял Залил 5 литров Ушло Плюс Еще Кружку воды Туда вылил Чуть разбавил Сейчас мороза Такого нет Чтоб на больше Хватило Больше Омывайки Нету И пришел Уже заказ На завтра Завтра в Уфе Выгрузка И завтра Загрузка В Благовещенске Республика Башкортостан Повезу Печи Тонны 700 Без тормозов Повезу Повезу В Балабаново Калужской области Какие-то печи Полная Растентовка Вот на полную Растентовку Есть заказы Вот так что же Встречаю На заправках Кто газелисты У кого задняя Загрузка С ней Намного сложнее найти Ну посмотрим Сейчас главное Пока задача Этот груз Выгрузить Блин На улице Слякоть Все мокнет Сейчас печку Поставил в ноги Сушить ноги Буду Солнышко Солнышко Светит Прям Припекает Размаривает Дорога Монотонная Спуск Подъем Спуск Подъем Прям Спать охота Еще 170 километров Осталось До Октябрьской Заправки И там 200 Но я думаю Что там Я отдохну Потому что 5 6 7 8 Ну где-то 9 часов Уже Получится Я буду В пути И надо будет Немножко Отдохнуть Ну еще 170 километров Поднапрячься Еле ползу Как я тут С двумя тоннами Назад поеду Хрен его знает Вот тоже На полусогнутых Ползет Бить за окном Все Подъезжаю К заправке 2 километра Осталось На заправке Очередина Поэтому Наверное Встанем Вон там Вон И пока что Покушаем Так Ну Газа В этот раз Хватило Даже еще Вот чуть-чуть Осталось Вид вокруг меня Вот такой вот Антифриз Как заливал Вроде бы Не уходит Так Где У меня Вода Из-под крана Такой вот У меня Чайничек Свет включу Может получше будет Надо пообедать Все-таки По-нашему Пол четвертого А у них Пол шестого Уже темнеет Хватит 100 Гладит Хватит То что Многое налить Потом Тоже Не надо Вот Чайничек Ставим Крышечкой Вот Все Чайничек У нас Стоит Ждем Когда Чайничек У нас Закипит А мы Пока Достанем Доширачек Чайничек Закипел Он у нас Со свистком Будем Заливать Сейчас Да Красный Доширак А еще У меня Вот какая Колбаска Отменная Смотрите На дровах Свинина Копченая Вареная Копченая Пахнет Божество Вот Из Ящичка Из-под Плитки Организовал Такой Тут Столик Две Домашние Котлеточки Хлебушек Запаривается Доширак Кстати Можно Одну котлетку Кинуть сюда Она Сейчас Эффект печки Будет А одну Так съем То что Их тоже Долго хранить Нельзя Потому что Ну Все равно Все таки Могут пропасть Все Ждем И будем Обедать Смотрю Вот карту Вот Уфа Где у меня Выгрузка А вот Благовещенск То есть До Благовещенск Еще там Порядка Не знаю Судя по карте Ну Километров Может 50 70 И В Калугу Поедем Опять Двое суток Ну К понедельнику Как раз Воскресенье Суббота Езды Еще Загрузка То ли Верхняя Ну Верхняя Ладно Она там Конечно На ладом Дышит Но Я ее Уже Приловчился Более-менее Открывать И то Один Хрен Откроешь Там Кто-нибудь Поможет А боковую Ни разу На этой Машине Никто Еще Не пробовал Посмотрим Ладно Пока Буду Есть Еще 200 Км Сегодня Валять Горяченького Хорошо Пока Это Все Грелось Одну Котлету Я съел Холодную А эту Теплую Горячую Достал Красотень Друзья Домашние Котлетки В далекой Башкирии Доширак Для меня Это как Память Хроник Сижу Тут И Вспоминаю Мещерские Хроники Приятного аппетита Друзья Все Вкусно Конечно Не Кафе Но За Не 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 Большего Едим Еще Больше Приятного аппетита Что-то Колбасу Сейчас Котлеты Съел Колбасу Сейчас Пока Не Охота Резать Я ее На вечер То-что Еще Ужинать Придет Сейчас Вот Сало И Кто-то Меня Спрашивал Хотел бы Работать На фуре Ну На фуре Не знаю Она Слишком Ответственная На ней Не привезешь В деревню Всякие вещи А вы же знаете У меня там Строительство Сейчас Вот я Баню На будущее Еще Затеваю У меня Как бы Задача Заниматься Хозяйством Поэтому На каком Десятитоннике Таком Со спальником С кабиной Какой-нибудь Ман А фуры Наверное Больше нет Чем Да Слишком Это уже Надо Начинать Ну Как бы Уже Это отдельная Жизнь Своя Жизнь Здесь Я как бы Просто Сейчас Зарабатываю Деньги Но с дальнейшими Другими Целями Не на постоянной Основе Чтобы прям Все Водитель Домой Закостей Я же ведь так Больше Полудурок Ну и на десерт Последняя булочка С опиатами И Грушовая Газировка Все Заправился Тут мороз Вообще Жуткий Смотрите Как блестит Морозный снег У нас прям Колется Я пока стоял Сейчас Не видно Даже Чуть Чуть Подтеки Все Замерзли На стекле Ладно Едем 200 километров До Уфы Он сказал Там встать нельзя Надо где-то Значит Перед Уфой Будем искать Стоянку На ночлег Машинки Ползут Нам Заправки Туда Надо Выворачивать В бугор Они С бугра Ползут Дорога В момент Прям Стала Ледяной За Каких-то Блин Считанных Ну вот Пока Я Жрал Дорога Стала Льдом Добрался до Уфы Но Темно Ничего не видно 20 километров У меня еще Тут по городу До точки Там буду сейчас Искать Где вставать Мне На ночлежку До утра Чтоб ждать Ну днем Будет посветлее Днем посмотрим Что увидим Искать Офа Туннелями даже какими-то пробираюсь Хрен его знает где, где-то тут встал Ну что, самое хреновое Что нет сети, короче, ни позвонить Ни в интернет войти Фиг его знает Стою в городе, да, место выгрузки 3,5 километра Тут, ну хрен знает, будет там, где место встать или нет Но странно, почему нет сети А нет, вот перезагрузил телефон, смотрите МТС РУС 3G поймал Но у меня Теле 2 Вот тут я остановился Возле Сосискина Наверное тут и останусь спать Хрен его знает куда ехать В общем, я все-таки переехал Вот тут жилой дом Встал у дома А выгрузка у меня вот прям напротив Но по той стороне встать негде Ну фиг с ним, там он сзади какая-то машина Тут Сюда будто не подумал Надо было туда головой, конечно, попытаться встать где-нибудь Потому что сейчас у меня голова будет Но я думаю, ночью мало тут кто ездит Тут, в принципе, такой заулочек какой-то Ладно, буду сейчас закупориваться, чтобы окна меня тут не полили Как я колбасу жрать буду Так, колбаска на дровах Посмотрим, какая она в разрезе Хлеб пока есть Ну и потом попью грушу Вот у меня оказалось еще овсяные печенья Сейчас попробуем Но кожа у ней какая Натуральная Кожу снимаю Ну, блин, ну запах Где у меня пакет с мусором Запах Ну, сейчас темно уже Жирненькое Бомба Ладно, ем, пью и ложусь Класс Угружаюсь Ну, все, разгрузился Сейчас меня будут выпускать До Благовещенска 35 километров Что-то у них тут ворота заклинили Машина не проходит по высоте 100 входов, 100 выездов Не так-то просто выехать и въехать Сейчас до Благовещенска 35 километров Но самое интересное будет там Это верхняя или боковая загрузка Каких-то печей Вот В этих дворах Вот тут вот я спал А утром В туалет Хорошо, тут рядом оказалась заправка Ходил на заправку Ну, все, едем Такие дороги тут Направо уходит на Челябинск Мы берем левее В сторону Перми Вот у них тут Район Арджоникидзевский КОТОРАИТНЫЕ КАРТИНЦЕКИ ПОЛИЦЕКИ АПЛОДИЦЕКИ АПЛОДИЦЕЙСКИ ПОЛИЦЕКИ В Стадион нефтянник Стадион Вот, блин, ну грязно И деревья не видно Слева река белая Она такая довольно широкая Вот, по навигатору можно глянуть Вот я приблизился к объекту загрузки Тут вот, наверное, стояночка Сейчас встанем, будем звонить Алло Здравствуйте Да-да, я вот по поводу загрузки подъехал на Калугу Наверное, может, не ко мне? Вы же только что у меня разгрузились А, понял, понял Понял Блин, короче, мне этот другой хрен перезвонил Сейчас, в общем, встал здесь на стоянке Будем звонить Так Посмотрим, что тут скажут То, что объект такой Вот Тут вот стояночка все стоят Здравствуйте Здравствуйте Я вот подъехал по поводу загрузки на Калугу На Балабаново Так, понял, да Куда подъехали? Вот я подъехал здесь, где стоянка В самом конце Вот Фуры тут все стоят Передо мной вот здание Белое-синее Там Соборы Вот стою на парковке Идите на проходную Там она недалеко Прямо заходите на проходную Справа в окошке пробуск получаете Возвращаетесь к машине И на машине заезжаете прямо Прямо, получается, заезжаете И слева от вас будет склад большой И прямо налево въедет торец Сюда заезжаете Ага, понял Там загрузка будет А загрузка как, сверху или сбоку какая у вас? По грузчикам По грузчикам Ага, понял Ну ладно, все, хорошо Заезжаю Да, как заедете, подъедете Позвоните, меня сейчас Позвоните, что вы приехали Добро Хорошо Пойдем к охраннику К охраннику Вот тоже мужички Это мне идти Вон Вон там будочка Туда Ладно, одеваюсь, пойдем Без маски тут у них Не бзнуть, как говорится Не обосраться Все, друзья Короче, получил пропуск Все, сейчас будем заезжать Грузиться Там съемка, видео И это выговорить загрузки Там категорически вообще запрещено Поэтому Не везде, получается Где там частные Какие А тут завод у них Это инструктаж Мне там включили Еще у них там По радио Все, короче Поеду Загрузим сейчас И нам переть еще потом там 1600 или 1800 километров Сегодня пятница В понедельник Выгрузка В Калуге Вон погрузчик Везет мне печку Вроде договорился Через зад Попробуем все закинуть Пока я жду загрузочку Завтракаю колбаской Вкуснятина Все, ребят, загрузился Не знаю сейчас Как будем в горы подниматься Еле ползу Рессоры Аж ровные Ну посмотрим Сейчас еду, короче Со Октябрьского 203 Загруженный Не дотяну Сейчас в Уфе Где-то через 65 километров По карте Вроде еле Прогрузил Интернет вообще плохой Должна быть Метанзаправка Заправимся И поедем 1600 до Калуге Но у нас в распоряжении Суббота Воскресенье И вот сегодня пятница Посмотрим Может быть удастся Заехать домой Блин, еду Конечно Машину таскает Вообще Сейчас основная задача Это Пока светло Как можно быстрее Те Спуски, подъемы Холмы Проехать Потому что К вечеру Сейчас минус 8 А к вечеру Вообще Дорогу опять схватится И Закончится Может чем угодно Поэтому Все Не отвлекаясь Сейчас В Уфе Заправляемся До Октябрьского И как можно быстрее Уже туда К родной Сызране Как говорится А вот Какой минус У этих Спуск Подъемов То что Они Все Петляют То есть Такого Разгона Не возьмешь В бугор Вот сейчас Мы Петлей Идем Вниз Вот И сейчас Вон там Уже Видится Ну вот тут Чуть-чуть Я могу Нагнать Сейчас Петля Пойдет Наверх Опять Вот река Белая Идут Тем же Маршрутом Вот И вон туда И уже наверх Ну ничего Пока вроде Идем нормально Асфальт Дорогу держит Хорошо Сейчас Сцепление Хорошее Крепкое Уфа Опять Вернулись В Уфу Все Из-за Заправки Все Уфу Покинул Вот у меня Горизонт Какой Расстилается Передо мной Ну и все Теперь Теперь Уже Таких Заездов В город Не будет По пути Вот Мост Через Белую Реку Река Белая Называется Вон Но Жалко Что через Мосты Нифига Не видно Вон Там Река Широкая Большая Никогда бы не знал Вообще Что такая Река Существует Так что Все таки Полезно Кататься Мир Посмотреть Себя Показать О Лед Немного Встал Ну все Заправился В принципе Все нормально Теперь На общую Трассу Вот такими Вот Башкирскими Поселочками Ковыляем Потихоньку Помаленьку Вообще Не тянет Еле Не ползу Как черепаха Но Как говорится Тише ехать Лучше Чем Быстро Идти Колбаска Для аппетита Но вкусно На дровах Попилась На дровах Вышло солнце Идет Снег Погода Опять Снотворная Вот еще Путь Чем он так долго Тянется Вот Сейчас Допустим То что Вот Средняя Скорость Ну 50 Меньше 60 Километров В час Я уже Замучился Едет 200 Километров До заправки Ехать Ну что Аж добрался До заправки До октябрьской И вновь Затеваю Здесь Свои темные Дилиски Поставил Чайничек Такой Доширак Буду С креветками Сало Туда Для сытности Еще Покрошил И вот С креветками Он тоже Острый Ну Чтобы Внутри В животе Все эти Острота На перец Всех Этих Жуков Тараканов Внутри Все Убьет Чайник Закипает Такой Апохатный Апохатный Ароматный Запахан Стоит На всю Кабину Креветками Вообще Супер А я Пока Решил Чуть Чуть Поваляться Пока Запаривается И Наконец Тут Поймалась Связь Сейчас Она Отсюда Как я съеду Она Опять Пропадет Вот И Чуть Посмотреть Что в свете Творится И сейчас Найти Шнур Поставить Камеру На Подзарядку Блин Уже Так Охота В баню Уже Голова Вся Чешется Уже Какой Я День Третьи Сутки В рейсе Как Выехал Но Если Вместе Загрузкой То Четвертый Но Это Не Считается Проварились Салом Вкуснота Все Заправились Фары Намыл Все Погнали в путь Четыреста До Сызрани Время В Сызрани На час Убавится Сейчас у нас Пол шестого Вечер Вечереет Ого Холодно Так Все Выехал Через Семь часов Я должен быть В Сызрани Ну По ихнему времени Тут мне навигатор показывает Что в первом часу ночи Но там на час убавится Поэтому Если в 11 Буду в Сызрани То нормально Все В путь Темнеет Вот у банюши какой Туманище Тольятти проезжаю Ужинаю Салом На ходу Так Ну вот сейчас Испытание Для меня Вот эти спуски Которые Тольятти Жигулевские Опасные Где вывески Туда я ехал Их показывал Вот сейчас Мне предстоит В них подняться Но вот На второй Ползу На второй Ползу Вот на третий Уже все Захлебывается На второй Но вверху Не знаю Но я думаю Вытяну Уж первое Точно И хорошо Что посыпали Дороги Беском Подъезд к Сызрани Все переметает Неразделительный Ничего не видать И метет 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 Все Тормоза отказали Полностью Стоп Горит Поход Тормозная Жидкость Ушла Сейчас Три Километра Осталось Тут Встать Негде На заправке Посмотрим Потому что Ну больше Нечего Тормоза Пропали Эти Начали Сейчас Может Тормозуха Где-то Ушла Потому что Температура Нормальная Но панель Не светит Там она Вся Перегорела Заправляюсь Да И тормозуха Ушла И антифризы Еще долил Опять Течь Начал Как В то направление Едешь В морозы В эти Так Все Тут Блин Снега Вообще Не выйти Сейчас Буду Смотреть Что Где По пути Какая Заправка Придется Придется На заправке В три Дорога Покупать Доливать Педаль Вообще Проваливается Короче Приехал Вот Ближайшая Заправка Тут Вон Машина На Ночлежке Стоят Ехать Невозможно Даже Так Педаль Педаль Вообще Пойду Посмотрю Если Тормозок Сколько Стоит Можно Конечно Если Так В пути Вообще Раньше Я помню Давно Есть Когда Пропадали И не Был Ни Телефонов Ни Фига Ни Карт Чем Заливали Либо Мыльную Воду Либо Моторное Масло Есть У меня Но Опять Жанна Густое Слишком Гуще Чем Эта Вся Шляпа И Разбавлять Ее Водой Как бы Не Рекомендует Если Там Спиртом Но Спирта У меня Нет С С С Пойду Посмотрю Сколько Стоит Короче Тормозухи На заправке Стрельнул Вдалил Ну Вот Педали Вообще Нет Она Вся Проваленная Вот Если Прям Вот В пол Жмешь Чуть Чуть Подтормаживать Поэтому Сейчас Тихонько Еду Надо Прокачивать Конечно Шланги Фиганги Вкрутить Но Сейчас Наверное Где нибудь Встать На ночлежку А Завтра Что то Думать И Сроки Поджимают Ведь Вести Еще Больше Тысячи Километров Тихоньку Пока Ночь Еду Машин Не так Много Метель Метет Заметает Короче Остаюсь В Сызрани Утром Как откроются Тут магазины Рыночек Вообще Метет Пойду Смотреть Колодки Буду Менять Колодки Капец Вот попал Без приключений Ничего Не происходит На сон Аппетита Нет Попью Грушовые Газировки С овсяными Печеньками Стопы Пищат Напасть Ну ладно Утро Вечером Мудренее Иду В поисках Автомагазинов Утро Раннее утро Блин Колодки Пока не нашел Рынок Откроется Чуть позже Он Нашел Вон Палатка Шаурмой Позавтракать То надо То запасы Уже Иссякают Вот Вот взял Шаурму Хрен его знает Что за Шаурма Ну Шаурма Конечно Так Не очень Но Что-то Позавтракать Надо Здорово Иду на рынок Искать Колодки Погода Туман Слякоть Ищу Блин Колодки По авторынкам Вот Колодки Купил Сусиками 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 Смотрите кто за окном Синято Нельзя Нельзя Куда Вы Ко мне Ну-ка Я вам Сейчас Я вас Сейчас Разгоню Ну-ка Ну-ка Куда На Мамаша На На Ты Мелкий Синято Синято шпилька отломилась одна тут вообще колодки нет все ребят еду все потухло все устранил но вообще не чую сейчас время два часа вот я с 8 ну точнее по их нему времени с 9 утра урыжился в общем суть такая правой колодки не было вообще пыльники серийники там конечно нужно менять весь правый суппорт он стоит 2 600 позвонил начальству борьб меня и чисто комплектом цилиндры но с цилиндр и с пыльниками всю херню но там блин правой одной колодки вообще не было а мало того что те колодки я мне в магазине он дал вообще сначала газели и простой от бизнеса с усиками которая тайных никогда не менял такие я говорю такие я менялась когда на окнах работал на обычной газели бизнесе такие сунул света а магазин находился где туда пешком а вот это вот сейчас слякать я блин вообще в летних еще кроссов то что в зимних ездить жарко вот хочу такие резиновые смехом как знаете вот это в на ковношлепки типа того вот все в них есть удобнее вот так будет купить они недорогие короче пока пошел менять эти дороже стоят вон у меня лежат одну сторону поменял ну суть в чем что рэм комплект в отдельности тут нигде на трассе не продают а куда ехать без тормозов сейчас уже темнеет и мне еще блин путь предстоит еще порядка 1000 километров короче там мужики помогли дальнобойшку снимать там не мог и так вот сейчас еле отхожу все тряслось надо было все это делать волокититься вот так руки хоть отмыл зашел на заправке короче поставил заглушку на правую сторону долил тормозухи еще но сейчас ничего не горит вот сейчас тормоза вам покажу смотрите тормоза тормозят хорошо но там менять надо все потому что колодки не было вот скрипы были как и описки там же они с этими с песку нами бывают без песку но с песку нами стоят и посмотрел так то все работает все сабоны все нормально и что пищал я еще с челябинского вещала месяц назад вот для меня кто работал менял задний на сервисе рублю почему передний не могли менять то что они попискивали еще тогда попискивали ну вот дождались до того что менять супер на это блин грубо говоря 8 600 здесь вот такие у них цызранский так сказать цены но еду в принципе рейс устраивать неполадку как мог в дороге потому что холод грязь такие обочины сейчас это возиться это вообще охереть состоянии были как бы сейчас не слечь что что блин колотит вожья часов 5 я был на улице вот с этим поздней и на нервах все но слава богу еду сейчас до бензы там заправка херовка тоже сейчас заправку еще на одно есть потом не уже не денег ничего но я считаю как бы в принципе я чем опту сделал моей вины нет что она пищала я как бы говорил от было ставок вставать менять до что мне там некоторые говорят на черты перед рейсами посмотрел было сказано как бы зависит от меня дают рейс то что машина должна зарабатывать отрабатывать как ну вы сами знаете и тонкости нюансы черт судить это жизнь как говорится все едем все нормально вот я уже подогреваясь вот уже у меня москва кузнецк сейчас будет так что все нормально идем тихим сам ко всем напастям добавилась еще одна дворники отказали напрочь все каюк но чет с электрикой как мне предыдущий водитель говорил что тут типа стартер заклинило и все закоротил поэтому панель вот не горит она иногда мигает хотя бы вниз их опустить ладно доеду попробую аккумулятор сбросить может сбросить что нибудь мент остановил мент остановил вот что это значит точно оборотни вот они ссать ходили следы их проказников вон он ходит и вот что-то видишь и поистинговые поем а эту повесил вот пакетик чтобы ничего не трогать повесил ее чуть-чуть подсохнет такая будет сухенькая а то в пакете она задвохнется уже давно еду все поехали на самом езде спровоцировал меня там дорога центр пошла мы чуть-чуть с окружной заедем а то там тоннели где я не прохожу вот из-за заправочки крутим по пензе не может быть я добрался до пензенской заправки пятый день пути все заправился допиваю грушевую газировку с печеньками ну и немного сало перекусить вкусно увидите как пытаюсь все полезно что в рот полезно все чуть подкрепился выезжаю с пензы уже на окружную сейчас развязки и попрем конечно много сил здоровье даже весь промерз там даже не обедал отнял этот ремонт поэтому друзья советую устраняйте сразу все поломки то что пищало все а еще чуть-чуть еще выльется и дороже большую большую сумму и времени вашего сил здоровье как говорится поэтому лучше сразу все это устранять ну ладно я еду мне как говорится деваться некуда путь у нас еще предстоит не немалый вот все пошла карта развязок видите друзья и я не вижу вот дально но вообще вот это вот я еду тут вот про чё я говорил ни разметки ни приветки вот такая видимость вот из-за руля моя видимость это реально так это вообще ночная трасса намыл фары туман начался страшный вот друзья 2 часа ночи я въезжаю в Рязань до точки разгрузки осталось двести шестьдесят километров но я как раз посплю дома сегодня завтра день проведу дома посмотрю как спартак ротор обыграет мой прогноз 2.0 также прогноз ладно корочка прогноз прогнозист тут хренов сидит в общем в понедельник нужно доставить груз в Балабаново двести шестьдесят километров все нормально так что ребят продолжение будет интересно что будет ждать эту машину что дальше так что подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски ну и пишите свои советы комментарии истории будем как говорится двигаться дальше с новыми песнями ну все ребята я сейчас до дома мне километров двадцать осталось и в люлю перекушу что-нибудь и в люлю яйца с вами так и с сосисками лежат не знаю может пропали но поедим их дальше так что пишите поедем дальше или наскучила вам уже дорога будете ждать рыбалку все таки рано или поздно я поеду открывать сезон ну все друзья до новых встреч всем не болейте не скучайте ваш Евгений Кузин быть добро быть добро так внутри тк наскучила наскучила банки наскучила к